Еще один американский политик федерального уровня, возможно, надолго отправится в тюрьму. Речь идет о 44-летнем конгрессмене Майкле Гримми. С января 2011 года он представляет в Палате представителей США Нью-Йоркские районы Стейтен-Айленд и Бруклин. Кроме этого, он является владельцем ресторана в Манхэттене, в котором, по версии полиции, велась двойная бухгалтерия. О пути от доблестного солдата армии США до предполагаемого коррупционера и афериста в материале Валерия Кипелова. Морской пехотинец, адвокат, агент ФБР, бизнесмен-ресторатор, американский конгрессмен, преступник-заключенный. Все это один человек, житель Нью-Йорка Майкл Гримм. Последние два пункта по принципу презумпции невиновности пока не являются фактами, и прокуратуре еще предстоит доказать его вину. Однако, если исходить из того, что ФБР два года следила за Гриммом, собирала улики и доказательства, а затем ему предъявили обвинения, дела политика плохи. У Майкла Гримма был выбор, который есть у каждого бизнесмена – честно зарабатывать или жульничать. Он избрал путь от правоохранителя до преступника. Конгрессмен Гримм позиционировал себя как героя, представлявшего в Вашингтоне район Стейтен-Айленд. А оказалось все наоборот – он врал и жульничал. Федеральная прокуратура предъявила Гримму длинный список обвинений. Среди них – мошенничество, отдача заведомо ложных показаний, уклонение от уплаты налогов и сокрытие наличного дохода около миллиона долларов, аферы с использованием почты электронных средств связи, махинации с медстраховками, найм на работу нелегальных иммигрантов и так далее. Обвиняемому в случае доказательства вины по всем 20 пунктам грозит такое же ровное число лет за решеткой – 20. И, конечно, лишение права в будущем занимать госдолжности и пожизненное особое внимание со стороны правоохранительных органов. Бывшие коллеги по ФБР заявили, что Гримм вместо того, чтобы жить по принципам бюро – это Fidelity, Bravery, Integrity, то есть верность, смелость и принципиальность – расшифровал эту аббревиатуру по-своему, а именно Fraud, Perjury и Abstraction, то есть мошенничество, клятво преступления и саботаж. Пока Майкла Гримма отпустили под залог в 400 тысяч долларов, выйдя из здания суда, он называл все происходящее политической охотой на ведьм, и заявил, что абсолютно ни в чем не виновен. При этом конгрессмен ранее сам пришел в Нью-Йоркское отделение ФБР и сдался, вероятно, рассчитывая на снисхождение во время оглашения будущего вердикта. Коллега Гримма по республиканской партии, спикер палаты представителей Джон Бейнер, одобрил недавнее решение конгрессмена выйти из комитета по финансовым вопросам. Я считаю, что все члены конгресса должны соответствовать высочайшим этическим стандартам. Мистер Гримм, находясь под уголовным следствием, сложил свои полномочия в комитете палаты, и это было правильным решением. На звонок RTVI в офисе адвоката Гримма Уильяма МакКинли сообщили, что защитник занят и на момент звонка не мог давать комментарии. Наша съемочная группа побывала в Стэттен-Айленде, где живет Майкл Гримм. Его дом, вы видите сейчас его на своих экранах, является гарантией кредита, который законодатель взял, чтобы оплатить залог в прокуратуре и не ожидать суда в камере предварительного заключения. Соседи высокопоставленного деятеля комментировать его арест категорически отказались и, завидев телекамеру, сразу же удалялись. А избиратели из того же Стэттен-Айленда высказывались по поводу его репутации по-разному. У каждого может быть свой бизнес, и это не значит, что этот человек бандит. Я думаю, что он хороший человек. Он бывший морской пехотинец, агент ФБР, представлял Стэттен-Айленд и делал это хорошо. Я всегда думал про него плохо и не голосовал за него. Его речи были такими фальшивыми, и он сам выглядел как гангстер. Как можно было сделать себе политическую карьеру за два года? Тут что-то нечисто. Я рад, что за ним следила полиция. Я надеюсь, что его накажут. Это то, чего не хватает Америке — поймать всех ворюк-политиков. Он пытался делать хорошие вещи, но всегда рядом есть те, кто подсказывают, как можно выиграть из своего высокого положения. Скорее всего, он имел дело с людьми, которые посоветовали ему жульничать и сказали, что в этом нет ничего страшного. И он поверил. Майкл Гримм ранее не раз фигурировал в скандалах. В частности, он при включенной камере угрожал репортеру Нью-Йоркского телеканала сбросить его с балкона Капитолия. Еще раз, и я сброшу тебя с этого ебаного балкона. Ярость вызвала просьба репортера прокомментировать другое расследование, в котором был замешан Гримм. Предполагаемое незаконное финансирование избирательной кампании политика. Помимо этого, ранее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Гримм, по словам свидетелей, угрожал бывшему мужу своей спутницы жестокой расправой. Примерная цитата с учетом цензуры. Конгрессмен пригрозил сделать так, что тот исчезнет и никто никогда его не найдет. Похоже, скоро за решеткой исчезнет сам Майкл Гримм. Валерий Кипелов, Анас Сытиани, Ксения Муштук, Александр Бабаев и Анатолий Кошенко, RTVI New York.